В этом выпуске речь пойдет о так называемых российских выборах и о призраке грядущей мобилизации. С пятницы по воскресенье в России и на оккупированных ей территориях проходило голосование на выборах различного уровня. И хотя результаты их были предсказуемы, эти выборы, как и каждый раз за последние 12 лет, сопровождались спорами в соцсетях о том, стоит на них ходить или нет. Люди, которые считают, что на выборы нужно ходить, все еще существуют. Вот как объясняет эту необходимость, например, блогер Дмитрий Чернышев. Я всегда считал, что во всех выборах в России надо участвовать, пока в избирательном бюллетене есть хотя бы две фамилии. Я считал и по-прежнему считаю огромной ошибкой бойкот Алексеем Навальным президентских выборов. Опыт Беларуси убедительно доказал, что у надоевшего диктатора выборы может честно выиграть кто угодно, если общество объединится. Выборы всегда создают напряжение для системы. Выборы сегодня – это чуть ли не единственная, ненаказуемая возможность для россиян высказать свое отношение к власти и к войне. И этой возможностью надо обязательно воспользоваться, придя на участок вечером в последний день голосования. Похоже, аргумент приводит политолог Екатерина Шульман на телеканале «Дождь». Всегда больше смысла участвовать в выборах коллективных органов, особенно на муниципальном уровне. Там цена голоса выше, конкуренция реальнее, разнообразия обычно больше. И там буквально несколько десятков голосов, приведенных на избирательный участок, способны обеспечить вам какого-то человекообразного муниципального депутата, что всегда для местной жизни полезно, как за последние годы, я думаю, убедились многие москвичи и жители других оснащенных муниципалитетами городов России. Некоторые оппозиционные политики считают, что не все выборы одинаково и бесполезны. Например, Арсений Лыдаль. Многие представляют выборы как что-то универсальное. Возможно, вы удивитесь, но выборов в нашей стране, я, России, великое множество. Федеральные, региональные, муниципальные. В столице, в областных центрах, в сельских поселениях. Везде разные условия, возможности и, наконец, кандидаты. Есть много хороших кандидатов. Где-то даже нет ДЭГа и представителей «Единой России». Да, такое тоже возможно. Вот представьте, вы живете в небольшом городе. К вам в дверь стучит кандидат с антивоенной позицией, да и в целом с хорошей программой. И вы что, скажете ему «Прости, я не приду за тебя голосовать, потому что своим участием легитимизирую режим Путина?» Если да, то вы либо сознательный вредитель, либо просто человек, не разобравшийся в ситуации. Соратник Алексея Навального Леонид Волков на канале «Популярная политика» говорит о том же и приводит дополнительный аргумент. В России пройдет несколько десятков различных избирательных кампаний, но некоторые из этих избирательных кампаний по-прежнему остаются ареной политической конкуренции. Либо где-то недобитые еще независимые политики идут, либо какая-то избирательная кампания стала площадкой для выяснения отношений между различными кланами, группами, сферами влияния, и там избирателю предоставляется возможность все-таки возвысить свой голос. Возможно, кстати, я вот такую еще гипотезу наброшу. Федеральная власть рассматривает ближайший единый день голосования в сентябре как важную тренировку перед мартом. И в этом смысле как раз наоборот они тоже будут следить, чтобы нигде ничего не проскочило. Будут следить за контролируемостью, за достижимостью результата. Но и среди оппозиционеров есть те, кто окончательно отказался от идеи участвовать в этом фарсе. Например, сидящий за решеткой Илья Яшин. Лично я не вижу смысла тратить время на участие в данном мероприятии. Ну разве что кто-то хочет выплеснуть эмоции и написать на бюллетене ласковое послание власти. Впрочем, это развлечение на любителя. Послания на бюллетене остались в России вторым политическим жестом, за который пока еще не сажают. Эта традиция тянется еще с советских времен. И наверняка так же, как в СССР, спецслужбы внимательно читают эти послания, пишет антрополог Александра Архипова. Каждый раз, когда в стране советов происходили выборы, в 1960-80-х годах советские граждане оставляли возмущенные надписи на бюллетенях. Понятно, что широкая общественность никогда не увидит этот протест. Тогда в чем же смысл? А смысл именно в том, кто все-таки станет раздраженным читателем. Избирательная комиссия и товарищи из органов. Именно им хотели показать фигу в кармане тихие диссиденты. После выборов органы распространяли секретные служебные отчеты, в которых регулярно анализировали надписи на бюллетенях. Я их много проанализировала, когда занималась антисоветским фольклором. В записках анализировали контент надписей и частоту их появления в избирательных урнах. Если надписей было много, это было очень плохо для местных органов. Им ставили на вид, расплодили тут диссидентов. СССР умер, а это традиция нет. В эти выходные по всей стране прошли выборы. И снова массово стали появляться надписи на бюллетенях. Два основных требования – остановить войну и освободить политзаключенных. Многие политические комментаторы считают, что по нынешним временам любое участие в так называемых выборах играет на руку Кремлю. Такое мнение высказывает, например, журналист Сергей Пархоменко в стриме с политологом Федором Крашененниковым. Нам с вами, как людям, которые обсуждают российскую политику и пропаганду, и высказывание российских вождей, и поведение и мотивацию российского фараона, нам с вами жить с этими выборами, которые вот сейчас будут проведены на четырех-пяти, считая Крым, оккупированных территориях, нам с вами с этим жить много лет. Потому что нам с вами много лет будут тыкать этими выборами и тем, какую грандиозную поддержку получил путинский режим на этих выборах. И мне кажется, нам надо с вами с этим работать уже сейчас, объясняя людям, что этих выборов просто не существует. Их нет. И пытаться их анализировать, и пытаться понять секрет успеха Путина на этих территориях, это означает с первой же секунды включиться, собственно, в эту пропагандистскую игру, и играть не просто с ними задним столом, а прямо играть на их стороне. Помимо всего прочего, участие в выборах может быть местами и просто опасно для жизни, указывает журналист Дмитрий Шушарин. А вот интересно, унылые агитаторы за все на выборы знают, что на оккупированных территориях избирательные участки, помещения избирательных комиссий и штабы «Единой России» регулярно взрываются вместе с находящимися там коллаборантами и приехавшими из России консультантами. Заметьте, я не спрашиваю, как агитаторы предполагают устраивать там умное голосование, какие там кандидаты будут правильными и хорошими. Результат так называемых выборов превзошел все ожидания. Все действующие руководители регионов сохранили свои посты, «Единая Россия» сохранила большинство в региональных парламентах и места в Госдуме. Многие задаются вопросом, почему Кремль не отменит выборы, если их результаты настолько ясны заранее. Один из возможных ответов предлагает оппозиционный политик Леонид Гозман на канале Ксении Лариной. Мне Сергеевич Песков, простая душа, так прямо и сказал «Нью-Йорк Таймс», что, собственно говоря, мы и так знаем, что 90%, зачем деньги тратить? И, кстати, очень многие люди с этим согласятся, если их спросить, нафига все это надо. Тем не не отменяют. Мне кажется, не отменяют, потому что выборы им очень нужны. Выборы нужны вот для чего. Значит, их легитимность, разумеется, стоит не на выборах. Их легитимность стоит на чем-то совершенно другом. Но, ну, понятно, на чем, но, в общем, не на выборах. Но в то же время, которая настоящая их легитимность, вот то, что вот он пахан, что он крестный отец и так далее, она все время шатается. Акелло в последнее время не только промахнулся, но и, я не знаю, что еще он сделал, просто вот совсем, совсем никуда Акелло, то легитимность качается. Легитимность качается. И для них очень важная вещь сказать не столько народу, сколько своим элитам. Ну, народу тоже. Смотрите, за нас большинство. Ну, вот вы говорите, что там вот тут фальсификация. Ну, хорошо, ну, ладно, пусть фальсификация, да. Ну, накинули 10%, ну, 15% накинули. Все равно же большинство за нас. При накидывании традиционно не обошлось без манипуляций и репрессий, отмечает журналист Максим Шевченко. В итоге все многомиллиардные политтехнологии власти, все дорогостоящие семинары для лидеров в кавычках, услуги и доклады претенциозных консалтинговых агентств на господрядах. К моменту выборов сводятся к простой технологии «ногой в пах и месить толпой», недопуск оппозиции по надуманным поводам до выборов, запрет предвыборной агитации оппозиции, подделка ДЭК, фальсификация бюллетеней и так далее. «Выигрывать просто они не умеют. Боятся народа, не верят, что избиратели проголосуют за власть. Всех уже зачистили, всех арестовали, всех заблокировали и вынудили уйти. А все равно боятся». Зато у кого-то останется ощущение, что выборы действительно были. И для этого все и делается, комментирует на своем канале журналист Александр Невзоров. «Мы, увы, успели убедить друг друга и себя в том, что в Кривле сидят одни идиоты. К сожалению, это не так. Некоторыми познаниями конструкторы общественных беснований вполне владеют, и они не так уж глупо, как хотелось. Зачем нужен этот цирк с выборами? А он, мы видим, реально позарез нужен Кремлю, который открыто провоцирует конфликты между фиктивными партиями, скандалы и различные пакости он вбрасывает в свою постановку все новых актеров и придумывает повороты выборных сюжетов. Дело в том, что Черни нужно вжечь в мозги иллюзию того, что выборы были живыми и даже скандальными. Для этого все и делается. Да, процесс выборов никак не связан с результатом выборов, но спектакль должен запомниться. И это клеймище, клеймище должно питься в мозг с дымом и шипением. Ну, теперь, коль скоро этот результат давно нарисован, теперь надо убедить всех, что результаты выборов и имеют отношение к процессу выборов, а, возможно, даже и стали следствием. Он спектакль, спектакль должен запомниться. Именно поэтому он так изобилует страстями, забудется все. Но будет помниться то, что с этими выборами были связаны большие страсти. Многие отмечают, что эти выборы были просто разминкой перед президентскими, которые пройдут в марте 2024 года. Как это будет, заранее знает прокремлевский политолог Сергей Марков. Эти выборы проходят в стиле нирвана. Что это значит? Нирвана значит недеяние и гармония. На этих выборах нет интенсивной кампании, потому что власть хочет все оставить как есть. Нет кампании, потому что население хочет, чтобы власть занималась не выборами, а победой СВО. Нет кампании и потому, что всем партиям системной оппозиции гарантировали их статус и уровень. Это недеяние. А гармония в том, что и власть, и народ, и оппозиционные партии едины в недеянии. Также в стиле нирвана пройдут и президентские выборы в 2024 году. По словам Дмитрия Пескова, Путин еще не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента. Но если выдвинет, то реальной конкуренции ему составить никто не сможет. Политолог Аббас Галямов в этой связи напоминает, что буквально за пару недель до своего свержения Чаушеску был в очередной раз триумфально переизбран руководителем Румынии. Меньше чем через месяц, те, кто аплодировали его переизбранию, точно так же аплодировали его казни, пишет Галямов. В соцсетях ходят упорные слухи, что вскоре после осенних выборов в России запланирована вторая волна мобилизации. В качестве подтверждения блогеры публиковали приказ, якобы подписанный министром обороны Сергеем Шойгу, согласно которому частичная мобилизация должна была начаться уже 11 сентября. Этот приказ оказался фейком. Но есть и другие приметы того, что власти могут готовиться к мобилизации. Их перечисляет, например, соратник Алексея Навального Иван Жданов. Первое. Новые штрафы. 30 тысяч рублей за неявку в военкомат, полмиллиона рублей штраф на организации за неоповещение сотрудников и многие другие. Второе. Электронные повестки, реестр призывников, форма повесток, новые законы для срочников. Большая часть законов распространяется на мобилизованных. Третье. Поражение в правах за неявку в военкомат, лишение прав, запрет сделок с недвижимостью, на регистрацию транспорта, на регистрацию ИП, невыдача кредитов и другие. Четвертое. Осенью в трех чтениях примут уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. От правительства уже добро на это. Пятое. Сотрудникам некоторых организаций, типа «Жилищник», начали продлевать брони. Шестое. Рассылка повесток для уточнения данных. Таких случаев много. Седьмое. В некоторых муниципалитетах создают мобилизационное управление. Восьмое. Старый указ о мобилизации никто не отменял. Девятое. Расчет на добровольцев у Бутина не оправдался. По оценкам экспертов, удалось ему набрать только 30-50 тысяч человек. Критично мало. Им нужна ротация. Десятое. Загадочные чиновничьи высказывания, типа «Осенью будет много чего интересного». Необходимость ротации на фронте – одна из основных причин, почему российская армия отчаянно нуждается в пополнении. Комментирует на своем канале журналист Майкл Наки. Необходима ротация, и для того, чтобы она соблюдалась, для того, чтобы военные могли эффективно продолжать воевать, нужно как можно больше людей, собственно, в тыловых, в том числе, частях, которые будут сменять тех, кто на передке. Российские ЗЭТ-военкоры, провоенные военкоры пишут, что у Украины проблем с ротацией нет, что она регулярно происходит. А вот про российскую армию они пишут, что там с ротацией полная беда. Люди, в том числе мобилизованные, воюют по 10 месяцев на передке. Это чудовищно большой срок, после такого солдат превращается в что-то слабо напоминающее человека. Об этом пишут не только ЗЭТ-военкоры, но есть и постоянные обращения от жен мобилизованных, от родителей мобилизованных, и, как вы видите, заявления от глав регионов. Почему ротации не происходят в российских войсках, объяснение есть только одно, потому что не хватает людей. О необходимости мобилизации давно пишут и про военные каналы. И на фоне успехов украинского контрнаступления такие посты появляются в них всё чаще. Александр Дугин. Пока мы держались героически. Но ведь цель-то не просто отразить наступление, не пустив врага дальше. Цель была его уничтожить и двинуть войска на Запад. И цель не изменилась и не изменится. Отсутствие оголтевой критики нашего военного командования пошло на пользу войне в целом и состоянию общества. Но понимают ли военные власти, насколько волатильной является такая ситуация? Серия побед, успехов, а лучше наступательных действий России, народу, армии, обществу сейчас просто необходимы. Ярких и убедительных. Помимо украинского фронта, российской обороне нужны бойцы и на новые границы с НАТО. Комментирует военный эксперт Юрий Фёдоров на канале Александра Плющева. Есть сторонники мобилизации, есть противники. Причем сторонники мобилизации, как я понимаю, это все-таки не те люди, которые просто говорят, что давайте призовем еще 500 тысяч или 300 тысяч, в общем, какое-то количество тысяч. Это люди, которые говорят, что в принципе нужно мобилизовать все силы страны, не только военные, но и экономические, ввести военное положение, объявить войну. В общем, заставить всех работать, как работали во время Великой Отечественной войны. Такие люди есть, и они, естественно, давят на политическое руководство, требуя вот таких вещей. Хотя профессиональные военные, как я понимаю, со своей далеко не в восторге от такого рода рекомендаций и рецептов. Происходит же следующее. Действительно, в России по планам генерального штаба, на которые ссылался и Гурулёв, к концу года нужно сформировать два с лишним десятка новых бригад. Объединить их в какие-то дивизии, в пять дивизий. Ну, помимо всего прочего, частично оставить в виде бригад. В общем, для этого нужно где-то порядка 150-200 тысяч, 200 тысяч человек вновь мобилизованных для выполнения вот этих планов. Эти планы касаются не столько, ну, точнее, не только направления войск в Украину, но и для того, чтобы создать хоть какое-то военное присутствие на западном фланге, вдоль западной границы с Финляндией, со странами Балтии, потому что там войск нет. Ну, или почти нет, как говорят всякого рода военные корреспонденты. Действительно, оттуда все, что можно, было отправлено на фронт в Украину. А теперь это страны потенциального противника, в том числе Финляндия. Там граница очень большая, полторы тысячи километров. Там предполагается создать некий корпус армейский. Это довольно большое объединение. В общем-то, да, нужно отправлять людей, вооружение и все прочее. Откуда их взять? Ну, взять можно только из призывников или из мобилизованных, или из добровольцев. Так называемые военкоры давно жалуются, что российская армия на фронте уже не может держать оборону. Про военные каналы читает и обозревает на канале на Западном фронте «Без перемен» журналист Иван Филиппов. Один из военных авторов сформулировал ситуацию довольно емко. Фронт держится на жадности, большие зарплаты и на страхе. Страх уголовной ответственности и попадания в штурмовые роты зэков, куда отправляют дезертиров. ЗЭТ-сообщество снова недовольно Путиным. Претензии к нему те же самые. Невозможность сформулировать цели войны. Невозможность мобилизовать страну. Слова о том, что войну спровоцировали западные партнеры, которые вечно Путина обманывают и надувают, вызывают в ЗЭТ-сообществе ярость. Добровольцы существуют, но их намного меньше, чем хотелось бы российским властям. Комментирует на своем личном канале Михаил Ходорковский. Добровольцы, конечно, есть. Мы видим, что они ведут постоянным ручейком, пускай этот ручеек недостаточный для того, чтобы удовлетворить все запросы генералов, но, тем не менее, этот ручеек существует. И основное формирование этого ручейка – это, конечно, деньги. 200 тысяч рублей, плюс-минус, неизвестно всем или не всем, но все-таки какое-то количество этих денег людям приходит, ну а каждый, естественно, надеется, что именно его семье деньги придут, именно он свои 200 тысяч рублей получит. Поскольку это, ну, грубо, в 10 раз превышает заработную плату, обычную заработную плату людей за пределами Москвы и крупных городов, то, конечно, желающие есть. Этих желающих не хватает. Значит, придет скрытая такая вот мобилизация, то есть людей призывают как будто бы на обычную службу, откуда призывников как бы нельзя послать в Украину, в зону боевых действий, но при этом их можно уговорить, их можно разными методами заставить подписать контракты, и у них можно создать ощущение понимания, что если они не будут подписывать, если они будут уклоняться, то они окажутся в числе тех, кого быстренько осудят, и после этого пошлют в эти вот штурмовые роты, где уже выживают совсем немногие. Вот эта вот комбинация денежной мотивации и страха, она приводит к тому, что люди по-прежнему оказываются на фронте, гибнут там, теряют руки-ноги. Другие комментаторы напоминают, что перед президентскими выборами никто не будет рисковать, объявляя мобилизацию. Алексей Нарышкин. Помилуйте, кто же будет мобилизацию объявлять перед президентскими? Указ Путина о частичной мобилизации все еще действует, так что она будет продолжаться в ползучей форме, уверен издатель Медиазон и Сергей Смирнов. С точки зрения логики, новая волна мобилизации неизбежна. И новые силы нужны на фронте, и ротация. Мало того, государство совершенно точно готовится к мобилизации. Столько законов приняли. Но логика не всегда работает, если есть и политические соображения. Кажется, для Путина первая мобилизация была крайне болезненной, и, очевидно, он поставил задачу избегать такого впредь. Отсюда постоянные цифры набранных контрактников, охота на мигрантов с российским гражданством и прочее. Власти не готовы ко второй волне мобилизации, констатирует на своем канале оппозиционный политик Максим Кац. Готов ли аппарат управления к новой мобилизации? Тут с какой стороны посмотреть? Правовой аспект абсолютно готов. Все зияющие дыры в законодательстве, которые год назад позволяли любому гражданину без особых последствий послать государство лесом, ныне закрыты. Теперь ты не можешь не взять повестку. Теперь повестка считается врученной, тобой взятой, как только появилась в реестре. И правовые последствия, связанные с таким вручением, наступают сразу. Запрет выезжать за рубеж, управлять автомобилем, регистрировать ИП – все это станет частью вашей жизни совершенно незаметной внезапно для вас. Равно как и повышенные штрафы за неявку по такой повестке. Кроме того, указ президента о мобилизации никто не отменял. Поэтому новый ее этап не требует не то, что какого-то дополнительного правового основания, но даже публичного анонса, что делает ситуацию очень подлой и опасной. В общем, с правовой точки зрения система готова как никогда. Но вот с технической – не то, чтобы уж очень. Глобальная цифровизация военкоматов и создание мегабазы, где к услугам армии будут все данные о гражданине почти отовсюду разом, начиная от ГИБДД и заканчивая районной поликлиникой, такие технологические прорывы пока не случились. Помимо правового и технического, есть еще один аспект, который системе необходимо учитывать, принимая решения о новой волне мобилизации – политической. И с этой точки зрения система не готова вовсе. С другой стороны, когда председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что в России не нужна новая мобилизация и ротация будет осуществляться за счет контрактников, напряглись даже патриоты. Сергей Мордан. Когда Картополов говорит, что чего-то не будет, народ уже по привычке начинает волноваться, потому что обычно все происходит с точностью да наоборот. Об оппозиции и говорить нечего. Иван Преображенский. Генерал снова плохо выполнил пропагандистскую задачу, поставленную перед ним Минобороны. Эти дуболомы сейчас озабочены тем, чтобы убедить общество, что новой большой волны мобилизации осенью не будет. А в итоге, вне зависимости от мобилизации, Картополов честно признал, власти готовы жертвовать 300 тысячами российских мужчин ежегодно из-за безумных людоедских фантазий военного преступника Владимира Путина и его окружения. Вот это реальный геноцид своего собственного оккупированного народа. Так или иначе, людей на фронте у России действительно не хватает, и все же очевидных признаков того, что мобилизация начнется буквально на днях, не видно, говорит военный эксперт Руслан Левиев на канале «Популярная политика». Пока таких вот признаков, которые вы говорили, что вот точно скоро она будет, мы не видели. Мы видим, что разные регионы, они, ну, точнее, не то, что разные, а практически все регионы, которые задействованы в этой, то, что называется, полдучей мобилизации, они испытывают проблемы с этим. Потому что требуют выполнять клуту по набору людей на контракт, потому что мы еще с начала года, помним вот эту цифру, которую озвучивал и Путин тоже, что до конца года у нас есть план по набору набрать больше 400 тысяч человек на контракт. И мы регулярно слышим эти заявления Дмитрия Медведева, который стабильно отчитывается, что все хорошо, мы идем строго по плану, вот буквально 3 сентября он называл цифру 280 тысяч человек уже, что якобы подписали контракт. А по факту этих людей мы не видим. Поэтому эти власти сами себя загоняют в проблему, потому что в какой-то момент люди действительно будут нужны, даже для того, чтобы дальше обороняться от украинских сил. А этих людей нету, это просто выдуманные головы, то есть мертвые души, то, что называется. Потому что нет этих двух слов от 80 тысяч. Поэтому мы видим и рейли по различным того рынкам, где мигранты с убью, который потенциально может быть и российское градусство тоже. Поэтому мы видим активную рекламную кампанию с призывом на контракт с граждан Казахстана, Армении. Буквально вчера была новость, я потом писал, ну не писал, а это было сообщение от Министерства странных дел Кубы, которое завело там уголовное дело. По факту принудили принуждение своих граждан к тому, чтобы они отправились на войну против Украины. То есть видно признаки такого, что нет вот этого массового желания россиян идти на войну, о чем пытается как будто бы сказать Дмитрий Медведев, что как будто все у вас хорошо, и все идут на контракт. Но при этом мы и не видим какой-либо массовой подготовки именно к полноценной масштабной мобилизации. Но то, что кто-то не видит признаков подготовки к мобилизации, не значит, что тем, кому она может грозить, не нужно к ней готовиться. Если вы находитесь в России и потенциально можете оказаться в числе мобилизованных, и если вы не желаете отправиться в Украину убивать ни в чем не повинных людей, вам в любом случае нужно принять все доступные меры, чтобы этого не случилось, и не полагаться на счастливый случай. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин